Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови Царю небесное, утешитель души и силы, и жили в детстве, и все исполняет сокровища благих, и жизнеподателю приидит все лисяны, и очистены от всяких скверных, и спаси, благослови души наши. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя благословить это наше собрание с чадами, чтобы по Слову Твоему прошла беседа сия, помоги многомилостям Господи, что все это нам помогло достичь небесной пристани Твоего Царства. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Духа, Аминь. Мы сразу же тут к празднике идут, и тут мы сразу будем Иисуса Новина проходить. Погромче читайте. Читать будем громко. Вход Господень в Иерусалим. За неделю до крестных страданий Господь входит, и люди Его встречают, постилают пальмы. Пальмы выявите широкие, такие прочные. И поэтому, когда человек наступает на них, кажется, как будто ты не по земле идешь. Но, во всяком случае, чисто. И вот так вот они решили, эти люди, отметить свое почтение Господу. И, видать, много посылали, потому что это запомнили, и теперь мы все с вербочками. Но сейчас у вас нету вчера мы с вербочками все сидели. Вербочки, это у нас то, что первое расцвело, так как у нас тут северная страна. А там у них сейчас пальмы цветут вот такими листьями, красиво все. Может быть, что-то другое положили, но другое не такое широкое, не такое прочное. Ну вот, встретить-то они встретили Господа. А потом через неделю будет, мы знаем, что будет через неделю, а предательство еще иуды будет в среду. Дальше потом будет Страстная Пятница, мы знаем, и потом уже более-менее будет нам приятнее там сошествие Господа в ад в субботу. Но мы просто не видели этого. А вот воскресенье, это очень-очень радостный наш праздник, самый счастливый. Почему католики говорят, что Рождество точно так же отмечать надо, не знаю. Ну, Пасха, она совсем вот с обняком стоит. Но до Пасхи, вот, был Ход Господень Берусалим. Прекрасный праздник, все, торжество великолепное. Но последствия очень горькие. Вот мы для того здесь все собираемся, для того мы стали христианами, для того мы Слово Божие изучаем, чтобы не быть теми людьми, которые потом кричали распни его. Вот это не должно быть. Как это может быть? Ну, вот хотел, как раз на память пришло мне одно такое произведение. Оно такое полуфантастическое, но касается очень сильно душ человеческих. Как бы вот в далеком будущем люди научились перемещаться во времени, и все очень хотят знать свою историю. Ну, интересно же динозавра своими глазами увидеть, да? Фараона как там в его пирамиду кладут, в эту пирамиду. Ну, интересно, что там говорить, или битву какую-то увидеть. И все стремятся люди вот на всякие битвы, на всякие зрелища посмотреть самим, там где-то за камнем, чтобы это все, а потом приехать рассказать, там журналисты, писатели, ну, деньги отсюда и так далее, алчность ведет людьми. И вот захотели точно так же некоторая там группа людей увидеть, как будут распинать Христа. И вот они в этот самый день туда и собрались. А им сказали строго-настрого, смотрите, чтобы история по другому пути не пошла, чтобы Христа не освободили, а то вы там будете кричать, мы любим Христа, там, вы что делаете? Неправильно. Вы вместе со всеми кричите, распни его. Ну, и так, чтобы не выделялись. Смотрите, лица такие делаете звериные, все. И вот попала эта группа, и когда Христа уже ведут на казнь, там уже приглаждают и кричат, распни его, там, все это. Поглядывают друг на дружку, там, смотри, делай, все как надо. Нас же учили, учили. А потом обращают внимание там, подождите, а там группа тоже знакомая, там из Бразилии, там из Польши, там еще откуда-то, там с Россией, видать, есть. И поняли, тут собрались-то одни только те люди-то, которые из будущего, которые любят Христа. И теперь они его отправляют на казнь все. А дальше смотрят по сторонам, а там стоят люди, современники Христа, и смотрят на них удивленно, как так. Ну, это полуфантастично, я говорю. Но это относится очень сильно к нам. Потому что, как только касается нас что-то, что относится к миру, мы сразу начинаем забывать эту радость, встречи со Христом. И первую любовь забыли, о чем говорит нам апостол Иоанн. Иоанн, забыл, говорит, первую любовь, вот в чем ты будешь, вот чем будешь судим. Мы не должны эту любовь первую забывать. А ваша первая любовь, она вообще очень должна быть крепкой. У вас первая любовь с рождения. Вы же прям крестили, крестили вас верующие люди. За вас символ веры полностью читали. Вас батюшка полностью погружал на наших глазах всех. Понимаете? Как вы должны нести в сердце любовь ко Христу? И ко всему тому, что произошло с Господом. Все это надо любить, все это надо почитать. Где-то надо ужасаться. Где-то надо помогать Господу молитвой, как ангел помогал, когда апостолы не смогли, заснули. Вспоминать эти немощи. Все это нужно вспоминать. И вот сейчас мы как раз проходим Ветхий Завет. И через Ветхий Завет мы всегда приближаем душу нашу ко Христу, к Царству Небесному. Вот как нужно было себя настроить, чтобы вот так исполнять заповеди Божии, как здесь исполняют они. Вот мы сейчас Иисуса Наверное проходим. Так, это, седьмую главу прошли, теперь восьмую главу напоминаем, о чем она. Можно я скажу? У нас одно запрессение до Пасхи. А мы не репетировали. Я не заметил. Можно мы поэкспирать сегодня? Спасибо. Спасибо Христос. То есть Ветхий Завет продолжается, Иисус Навин. Так, Нестор выучит слова? Молодец. Сказать хотите? Я сейчас приду. Все, делайте, на меня не глядите. Все, 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 все. Мне надо дверь поставить, чтобы открыл, когда батюшка пойдет. А, все, да. Так, вы молились, да? Все, разлезано. Так. Давайте братья, которые стражники, подумали о костюме? Подождите. Как-нибудь что? Чтобы было понятно, чтобы было повторить. Ну, бери бумажку, дома повторишь, неделя будет. Сейчас можешь подглядывать. Спасибо. Ну, бери бумажку. Так, теперь, подожди, я чуть не могу. Вы мне почему второй листочек не положили? Где начало? Все, нашла, нашла. Я думаю, одну, почему-то не знаю. Ты сама это подпечатала мне. Так, двое стражников, будет камень. Я вот так не могу большой картон найти, чтобы хотя бы метр, метр лучше полтора был. Может, камень у нас еще не склеит несколько? Ну, ты можешь как-нибудь так... Если батма на нем нарисовать, камень. Ты как-нибудь можешь прислониться к стенке? Вот так. Ты стражник один, а ты два, да? Так и реалистично. Так. А, вторая спит-то у нас получается, да? Ну, ты как-нибудь так вот. Уйди, старушка, я печалью. Давай, не спи, говори. Не спи, послушай, поднимайся. Нам камень велено стереть. Велено стереть. Велено стереть. Ты можешь его так. Не спи. Нам камень на камень показывает. Не просто встелбиком. Нам камень. Велено стереть, послушай, поднимайся. Нам камень велено стереть. Чего кричишь, что убирайся, а только-только прилечь. Приказ мы получили строгий. Строгий, парень. Не спать, строгий. Не спать, а камень охранять. Так ночью кто-нибудь попробуй из гроба тело-то забрать. Послушай, камень так огромный. Он весит сотни килограмм. Неужто кто-нибудь способен сдвинуть его в сторону? Ты можешь, если мы нарисуем камень, сотни килограмм. Неужто кто-нибудь способен сдвинуть его в сторону сам? И так камень попробует, и он как бы совсем не подойдет, дергаешься так к нему, а он на месте. Только не сдвинь, смотри, а то все увидит, что он сдвинет. Так, за тело. За тело жизни отвечаем. Его должны мы охранять. Не зря насотник обещает за службу звания поднять. Кто? Что? Что это? Что сделал тот мужчина скромный, который во гробу лежит? И камень на двери огромный, и караул всю ночь стоит. Он сыном Бога назывался. Сказал, умру, но живу. И в третий день он обещался воскреснуть собственному гробу. Но третий день уже начался. Смотри, заря уже занялась. Сказать неправду не стеснялся. И заря так напугалась власть. Да, здесь раздается шум. Вы как бы, когда шум услышите. И вы так вот как бы, ой, 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 как бы страшно вам стало. Даже в городе все время улыбка. Не должно быть этого. Это сильно мешает. Ты войди в эту роль. Вы страшники. Ночь. Вы устали. Вам пришлось вот это охрань. Сотри, с лица улыбка. И вы так, ой, и вы смотрите, откуда это, откуда. Да, как бы ищите шум. Откуда. Не улыбайтесь. Страшный шум. Да, все, улыбки, ага. Ну, Нестор такой, что не любилый мальчик. Постарайся не улыбаться. Хорошо. Да. И камень в этот момент, мы придумаем, как, чтобы он отодвинулся. Ну, я за камнем буду стоять и вот так вот его отодвинулся. Так. Тише, теперь ты выходишь и говори. Я ангел. Божий я посланник. Принес я вам благую весть. Иисус, Сын Божий и избранник из гроба в небеса воскрес. Бегите прочь, всем расскажите, что гроб пустой вам охранять. Иисус, Сын Божий и искупитель воскрес, чтоб людям вечность дать. Так. И все, вы убегаете после этого. Убегите. 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 Иисус. Убегите. Убегите. Его святое тело хочу помазать я, елеем его тело хочу помазать я. Кстати, тебе какую-то надо бутылочку взять. Ты же елей несешь, ага? О, давай я бутылочку несу. Может, что мы дома, чтобы мы поискали бутылочку? Что-нибудь, бутылочку можно какой-нибудь... Несу. Калфейн. Калфейн. Из-под йогурта даже. Калфейн. Калфейн. И вдруг она, ты как бы это выходишь и поешь и не смотришь на гроб, потому что когда ты песню допеваешь, ты видишь, что камень отвален, что гроб пустой, и тут у тебя есть скук на лице. Ну вот, ты вот шла-шла, ты шьешь, идешь, поешь, ты можешь так сюда петь, сюда видела, любовь. И как бы вот так вот, ты поешь, поешь, и когда закончила песня, ты так рассмотри, как это так, все, ты успел, ты пришла помазать, первая, только вот заря началась, так, и говоришь, что случилось? Что случилось, не пойму, камень отворенный, внутрь пещеры я войду, Иисус-то погребенный. И заглядываешь за камень, и тут же возвращаешься. Камень нет, видишь? Нет, Иисуса в твоей пещере кто-то вынес тело, даже с мертвым не простится, вот какое дело. Что за слезы? Что за горе? Радуйся, Мария! Иисус воскрес, и вскоре Он тебя обнимет. Пойди людям расскажи эту вещь благую, пусть... Гроб открытый покажи, пусть они ликуют. Подходишь к Марии, встаете вместе, обращаетесь к зрителям. Сбылось все, что говорил ученикам Спаситель. Своей кровью заплатил за нас Искупитель. И в третий день воскрес Он, как и обещал Он. Слава Богу до небес! Слава, слава, слава! Ну все, здесь уже можно улыбаться. Ну все, дома слова доучите, Полин. Неделя еще... Девчонки, молодец! Да, за неделю выучить можно. Я тоже врачу выучу. Чтобы не заикаться, чтобы тебе подсказывать, давайте, неделя как раз осталась. Ну, теперь у нас врач. Я тебе там халат, шапочку принесла. Мы сейчас после службы посмотрим, где этот маленький столик. Куда, не знаете, выбрали столик? Был раньше в детской маленький. На нем, кстати, воду часто освещали. А, может, на нем где-то? Не, нет, это большое. Ну, поищем. Он и либо в холодной комнате стоит, либо, не знаю, надо посмотреть. Ну, уходи. Десундчика-то нет еще. Ты вот сюда садись тогда. А сейчас я эту бредочку... Тише, вот стук, как ты будешь говорить, присаживайтесь. То есть вы добавляете фразы между тем, к этим сценарием. Добавляйте там вот такие, здравствуйте, присаживайтесь, проходите. Вот такие слова. Я не везде их тут написала. Ладно. Ты можешь постучать. Да, все точите. Переходите. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Уважаемый доктор, меня часто одолевает страх. А вдруг им тихо речь. Да, не улыбайся. А вдруг сработало? Нет. Нет, попечать. Тихо речь. Тихо, тихо. Страх. И сама оглядывайся. Помнишь, мы как-то это... Обглядывайся. А вдруг кто сейчас тебя увидит, а ты вот сейчас признаешься в таком... А тебя кто-то знает, ты когда заходишь, тоже как бы назад оглядываешься. У тебя страх, ты всего боишься. Все, вдруг-вдруг там вот там на работе узнают, уволят, там что, как. Давай. Ну да, это страшная болезнь. Помните, что учить боязливых в озере Огненном. Так, сейчас я выпишу вам рецепт. Это болезнь излечима. Уповайте на Господа и верьте в Него. Повторяйте за мной. Не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Громче. Нет, сначала так тихо. Не бойся, только веруй. Прямо почти не слышно. Потом обычным голосом. Не бойся, только веруй. Громче, громче. Не бойся, только веруй. Еще громче, чтобы все слышали. Не бойся, только веруй. Хорошо, да поможет вам в этом Господь. Вот вам рецепт. Лечитесь. приходите еще бутыльки принесла из-под витаминов и там посмотришь антистракт или какие-то там радостин лекарства вот такие вот может давать им эту таблетки спину так и ровно ты же самоуверенная что вас беспокоит ничего что со мной все в порядке я стою на правильном пути и верю бога ревную о боге о это у вас очень страшная болезнь опасная опасная болезнь самоуверенность кто думает что стоит берегись чтобы не упасть вот я вам выпишу рецепт берите его и начинайте лечиться сегодня же точно уверены до свидания врачи тоже ошибаются так печально я делаю Акелине я написала слова но вот она не пришла так кто у нас крик да сможешь громко вот сейчас орать буду что они там подумают ну хотя бы давайте стучите входите ну давай топай топай да нет не топать специально а идешь громко ты сидишь доктор здравствуйте доктор здравствуйте здравствуйте у меня что-то с горлом я постоянно кричу дома в школе на улице я легко перехожу на крик особенно если спорю да я слышу вашу болезнь вот вам хороший рецепт из библии слова мудрых она когда будет еще громко говорить но мы после службы помогу ты вот так вот да я слышу вашу болезнь и так еще уши тебе заложила от ее крика да ага слова мудрых высказанные спокойно выслушиваются лучше нежели крик властелина между глупыми вот пожалуйста возьмите рецепт и лечитесь до свидания благодарю вас за хороший рецепт до свидания до свидания у поля там да да был Ваня мы взяли зачем-то с Иваном поменялись Ваня был крик я сейчас не хочу крик уже не хочешь крик? сейчас не хочу крик а не хочешь крик? сейчас Фройс да Ефросиня а кто она? а кто она? у тебя как хуашь входите входите здравствуйте здравствуйте как ваша фамилия? как вас зовут? сама любила рассказывайте на что жалуетесь? знаете доктор в писании сказано что люди любили друг друга а мне кажется что в церкви меня мало любят вам кажется скажите а вы сами всех любите? зачем их любить? ну да за что их любить? за что их любить? за что их любить? ну да с вами все ясно вы больны и самолюбием для лечения предлагаю вам данные указания из Библии кто хочет иметь друзей тот и сам должен быть дружелюбным и еще не мечтайте о себе любовь не ищет своего возьмите рецепт обязательно лечитесь спасибо что вас дал я знаю как мне вылечиться до свидания до свидания лошадь у нас все последнее и идем в храм уже там запели давай ваня здравствуйте здравствуйте садитесь что вас беспокоит? знаете у меня такая болезнь что стыдно им признаться я говорю неправду сначала я просто шутила и признавалась на пить но сейчас я запуталась и наговорила уже очень много лжи скажите а вы не хотели бы иметь что-то общее с дьяволом? ну что вы конечно нет так вот знайте что пора пить еще идем дьявол отец мужей всякая неправда есть грех примите же совет от слова божьего вернувшую ложь говорится мы после службы сейчас раз попить пойдемте ну последний свет нет 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 свет там включите эти лампочки вот вот молитвами поговорите спаси спаси нас отбивателем Господу помолит взяла отбивателем Господи помилуй Боже твоей благодати Бог Господи помилуй Господи благословерную славу и владущество нашу благородицу Христа Деву Марию со всеми святыми повинувшихся амиссии с семьей друг друга весь живот нас Христу Богу предади имя Господи Яко, твоя дерзава и твоей царской силы и слава, Отца и сына, и все так же, Духа и не ты, и вовеку лицо. Аминь. Чуть-чуть назад оставим. Аллилуйя, что сдал Господь во всех, я верю с дольными, Спаси мы, Сыне Божий, властью ты, вожживая, боющая тебе, Аллилуйя. Чашу спасенье приму, имя Господне призову, Молитвы, Сыне Божий, во седой ночь, гребя, боющая тебе, Аллилуйя. Молитвы, моя Господи, во седой ночь, при всеми людьми его, Спаси мы, Сыне Божий, во седой ночь, гребя, боющая тебе, Аллилуйя. Слава Отцу и Циву и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Единородный, синий, славе Божий, бессмертенцы, и изволив и спасение нашего ради. Воплотитеся, Святые Богородицы, и призна Девы Мари, непреложного человечивейся. Разминься же, Христе Божий, смертью, смерть поправы. Единцы, святые троицы, с прославляемой Отцу и Святому Духу, спаси нас. Таким миром Господу помолимся. Господи помилуй. Спаси помилуй, согрени нас Божией, благодатью. Господи помилуй. Слава Богу! 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 не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих но потому, что был вор он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали Иисус же сказал, оставьте ее она сберегла это на день погребения моего ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда многие из иудеев узнали, что он там и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря которого он воскресил из мертвых первосвященники же положили убить и Лазаря потому, что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса на другой день множество народа, пришедшего на праздник услышав, что Иисус идет в Иерусалим взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали Ассанна, благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев Иисус же, найдя молодого осла, сел на него как написано, не бойся, черь Сионова, ся царь твой грядет на молодом осле ученики его сперва не поняли этого но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано и это сделали ему народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо Слава тебе, Господи, слава тебе Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Ищи молимся о градиях наших священницей, священном монахе, и всем во Христе братстве наше Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Ищи плотиарков, православных создателей, святых храмов божьих, и всех средних подчинших отцах и братьев, где лежащих и подсюду православных Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Врачу, души, телес, умрением, сердца, священному, тебе и пасть, истинящее в опиемке истрию, врачу и страсти, душ и телес рабов твоих, волящее Варвару, Анну, Валентину, Валентину, Анну, Марию, Марию, Сергею, Маргариту и волящее Алексея, Симеона, Елену, Людмилу, Валентину, всех и даруем здравие, душевно и телесно, прележно, молимся, услыши и помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Врачу 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 Продолжение следует...